Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, друзья, мы постепенно приближаемся к очень важному событию предстоящих недель, это заседание американского регулятора. Ранее я уже делал акцент на то, что это событие может стать судьбоносным для доллара и, вы знаете, это не преувеличение. Действительно, после того, как американский регулятор окончательно для себя уже определится, что он делает со ставками дальше, мы сможем с вами более-менее понять, что стоит ожидать от доллара в перспективе уже оставшейся части этого года. Ну, забегая вперед, немного актуализируя свои ожидания, напомню, что я считаю, что индекс доллара на текущем этапе имеет куда больше оснований для того, чтобы и дальше развивать устойчивую нисходящую динамику. И, соответственно, текущее снижение меня убеждает в том, что эта ставка, которая ранее была сделана, является правильной, потому что фундаментально доллары это уязвимый инструмент, который снижается и в самые ближайшие дни может протестировать поддержку 100 пунктов и потенциально уйти ниже. Мы, конечно же, говорим об индексе американского доллара. Ну, давайте по порядку. Ладно, сегодня на повестке экономического календаря нету каких-то значимых релизов, но единственное, что можно обратить внимание на данные по рынку недвижимости в США. В 14.00 по GMT выйдут данные по продажам новых домов. С прошлой недели у нас тянутся несколько слабых отчетов по данному сектору, поэтому, на мой взгляд, есть высокая вероятность того, что мы увидим еще один слабый релиз, который снова подсветит нам уязвимости американской экономики перед лицом дальнейшего ужесточения американской монетарной политики, потому что рынок недвижимости реагирует, безусловно, на ключевую процентную ставку, а ключевая процентная ставка сейчас остается в районе 5%. По поводу действия американского регулятора. Уже пришли к выводу, что да, если оценивать инструмент SME FedWatch, то вероятность повышения ставки сейчас составляет 90%. И, допустим, да, американский регулятор повышает ставку на 25 байсных пунктов. Но посмотрите, опять же, на текущую динамику индекса доллара. Я допускаю, что все, что мог выжать индекс американской валюты из потенциального решения регулятора по ужесточению политики, он это уже сделал. Тогда, когда он мог восстановиться с поддержки 100 пунктов, по сути, до 102 пунктов. Сейчас идет уже обратная реакция, поэтому думаю, что фактически само решение Федрезерва в следующую среду вряд ли окажет серьезное влияние на курс доллара и вряд ли сможет сплотить покупателей в этом инструменте. Я считаю, что американский регулятор, помимо того, что озвучит решение по ключевой процентной ставке, он, скорее всего, друзья, прольет свет на перспективы того, что будет дальше и даст нам конкретный сигнал того, что все довольно с дальнейшим повышением ставок, потому что текущие экономические условия все же больше располагает к тому, чтобы ФРС дальше бездействовал. Вчера на вебинаре мы разбирали как раз ситуацию с долларом. Я обозначил несколько аргументов, которых придерживаюсь и которые, на мой взгляд, являются значимыми сейчас в понимании позиций Федрезерва. Почему ФРС дальше не будет повышать процентные ставки? Это сохраняющиеся экономические риски, это слабый рынок недвижимости, слабый рынок труда. Факт очевидного снижения инфляции. Здесь даже не нужно особо копаться в макроэкономических релизах совсем прошлых месяцев. Можно открыть последний отчет и посмотреть, в принципе, затем, насколько сильно он снизился. То есть, действительно, уже есть определенные результаты тех решений, которые ранее американским регулятором были приняты касательно процентной ставки. И сейчас самое главное не наломать дров, потому что дальнейшее повышение ставки сверх, опять же, предстоящего повышения на 25 байсных пунктов может создать уже какие-то непреодолимые препятствия для американской экономики. С сегодняшнего дня начинается эфир радиомолчания, скажем так, неделя тишины. Мы не сможем полагаться на какие-то дополнительные заявления представителей американского регулятора, потому что им нельзя допустить утечку какой-то информации, поэтому будем ждать уже непосредственно пресс-конференцию Паула. После того, как в среду американский регулятор примет решение по ключевой процентной ставке. Еще одна проблема, которая является довольно актуальной, это противостояние демократов и республиканцев по поводу потолка государственного долга. И это противостояние усиливается. Мы видим то, что демократы требуют, по сути, согласовать повышение этого лимита без каких-либо условий. Республиканцы, напротив, готовы пойти на уступки, но нужно, чтобы все-таки демократы признали факт необходимости значительного снижения расходов, потому что дефицит растет только лишь в марте. Он вырос больше чем на 100 миллиардов долларов. Мы как-то делали акцент на эту макроэкономическую статистику, что, конечно же, заставляет ужаснуться за перспективой рост этого показателя такими темпами до конца этого года. Золото, друзья, 1.993 доллара за тройскую унцию. Текущая расстановка сил между покупателями и продавцами 70-30, то есть в продажах сидят 70% трейдеров. И это экстремальные показатели, качественные показатели и лучший индикатив по тому, как нужно действовать сейчас, торгуя против толпы. Это самая верная тактика, проверенная уже временем. Я думаю, что вы это и так прекрасно знаете, потому что я многократно делал акцент именно на это. Поскольку толпа в продажах, ждем, соответственно, снова закрепление золота выше 2000 долларов за тройскую унцию и потенциальное обновление новых локальных максимумов. Рынок нефти 82.50 с мая, напомню, вступит в силу последнее согласованное решение страны ОПЕК+. По дополнительному сокращению добычи на 1,6 миллиона баррелей. Это, конечно же, не совершенно не то условие, которое должно было бы спровоцировать значительный рост котировок, потому что фактически это должно было произойти, когда это решение было анонсировано несколько недель назад. Но мы видели тогда, что рынок черного золота, бренд и WTI обновили локальный максимум, а потом развилась коррекция. Сейчас нефть снова выкупают, и я очень рассчитываю на то, что это повторный отбой после закрытия ГЭПа с поддержкой 80 долларов за баррель. Вы наверняка знаете, что я в длинных позициях по рынку нефти и считаю, что в ближайшее время мы сможем вернуться в район 90 долларов за баррель. Это цель, эти ориентиры все так же актуальны. Европейская валюта против доллара 1.10.53. Стоит отметить, что мы прекрасно начали эту неделю практически по всем инструментам, потому что те тренды, которые мы спрогнозировали, сейчас набирают обороты. Европейская валюта снова пользуется поддержкой со стороны ожидания того, что ЭЦБ повысит процентную ставку тоже на следующем заседании, причем, возможно, на 50 байсных пунктов. Вчера вышел отчет по бизнесу оптимизму АИФО, который не разочаровал. 93,6 фактически показателей, рост 93,2. И я думаю, что здесь какие-то другие комментарии абсолютно излишни, потому что евро опирается на перспективу проведения жесткой национальной монетарной политики и, безусловно, на слабый доллар, который действительно слабеет. И что-то подсказывает мне, друзья, что мы увидим еще более минимальные значения по индексу американской валюты еще до заседания Федрезерва в следующую среду, чем точно воспользуется главный валютный риск. Поэтому цели на ближайшие дни это движение выше отметки 1,11. Британская валюта тоже. Прежние прогнозы роста этого актива. Логика, в принципе, похожая. Это ожидание повышения ставки из-за беспрецедентных рисков значительного усиления инфляционного давления. Проблема с инфляцией в Англии самая актуальная среди всех развитых стран, потому что инфляция в Англии находится на двузначных уровнях. Мы помним озвученные и проговоренные планы Банка Англии о том, что ставку нужно поднять тоже как минимум на 50 байсных пунктов. Но это, конечно же, смелое решение. Я думаю, что возможно на ближайшем заседании все-таки Банк Англии повысит ставку на 25 байсных пунктов. Но этого будет достаточно, чтобы пока что сохранить интерес к фунту и ждать по паре фунт против доллара движения выше отметки 1.25. Доллар канадец, раз растет нефть, есть очень хорошие условия для того, чтобы канадский доллар начал отбирать утраченные пункты и позиции у американского конкурента. Цели долгосрочные уже, ну хорошо, берем слово долгосрочные, среднесрочные. Это ждание снижения валютной пары в районе отметки 1.33. Еще хочу обратить ваше внимание на пару доллар-иеном. Были вопросы по поводу того, что стоит ждать от этого дуэта финансовых активов. Текущие котировки 134.33. В конце недели состоится заседание Банка Японии. Очень важное событие, причем это заседание будет сопровождаться пресс-конференцией Уэды. Это нового главы японского регулятора, который сменил Куроду. Да, были отдельные заявления о том, что Банк Японии остается привержен прежней политике, но я допускаю, что нужно быть крайне осторожным сейчас в оценке дальнейших перспектив японского монетарного режима, потому что мы видим, что ключевые центральные банки мира начинают, точнее продолжают активно повышать процентные ставки. И думаю, что Банк Японии тоже может на определенном этапе дрогнуть, тем более, что последние отчеты по инфляции доказывают, что рост индекса потребительских цен в Японии продолжается. Базовая инфляция выросла с 3,5% до 3,8%. И глупо уже отрицать, что на рост базовой инфляции оказывают влияние только лишь внешние факторы, которые являются следствием чрезмерной волатильности на рынке нефти и последствиях ковидных времен. Нет, я думаю, что на этот показатель также влияют и беспрецедентные меры экономического стимулирования, потому что Банк Японии за счет своих мер поддержки и стимулов влил в экономику сотни триллионов иен за последние годы. И это проблема, это денежная масса, которая увеличилась в разы и которая разгоняет сейчас инфляцию. И Банк Японии на этом все-таки фоне должен признать, что отказ от мягкой экономической политики это вот как раз то самое условие, которое позволит остановить дальнейший рост индекса потребительских цен. Я очень хочу, как уже много раз говорил, поймать этот момент разворота. Я думаю, что он произойдет, друзья, очень скоро. Самое главное быть верным направлением рынка. По паре доллар-иена верное долгосрочное направление это все-таки шорта с целями существенно ниже отметки 130 иен за доллар. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!